Дерево за деревья Деревом мы можем извлечь для себя знания о стадиях жизни растений. Точно так же вдумчивому взору откроется долгая и неторопливая жизнь небесного сада. Так сэр Уильям Гершель представлял себе рождение и смерть звезд, которые наблюдал свои уникальные телескопы. Уильям Гершель родился 15 ноября 1738 года в семье музыканта Ганноверской гвардии. В 4 года мальчик начал учиться игре на скрипке, затем освоил орган, а в 14 вместе с отцом стал играть в полковом оркестре. Но когда в 1757 году во время оккупации Ганновера французами юный музыкант провел ночь в окопе, то понял, что армейская карьера не для него. Гершель дезертировал и сбежал в Англию. Сначала он зарабатывал на жизнь переписыванием нот, но со временем приобрел известность как музыкант, композитор и преподаватель. Гершель давал по 20-30 уроков в неделю. Устраивал концерты собственных сочинений, во время которых солировал на скрипке, габое или клавесине. Однажды Гершель прочитал монографию астронома Роберта Смита по теории музыкальной гармонии. Книга заинтересовала его, и он взялся за другой труд ученого. Популярный учебник по практической оптике. Неожиданно Уильям загорелся желанием увидеть чудесный мир звезд. Денег на покупку хорошего телескопа не было, и он решил изготовить его сам. Скупив у торговца оптикой запас заготовок и материалов, Гершель принялся за работу. И уже через год с помощью собственного телескопа наблюдал туманность созвездий Ориона. Астрономия захватила его. Теперь дни Гершеля были заполнены изготовлением линз, вечера музыкой, а ночи астрономическими наблюдениями. Делать телескопы Гершелю помогали брат Александр и сестра Каролина. В то время, как Уильям репетировал в своей комнате, в спальне Александр шлифовал линзы. В гостиной работал краснодеревщик, а в подвале действовала целая литейная мастерская. В своих воспоминаниях Каролина писала. Когда брат шлифовал зеркало, мне даже приходилось самой класть ему в рот пищу, иначе бы он совсем изголодался. Однажды, заканчивая шлифовку семифутового зеркала, он не отрывал от него рук в течение 16 часов. Наблюдение требовали от астронома немалой выносливости и смелости. Площадка, с которой велись наблюдения, находилась на высоте нескольких метров над землей и продувалась холодным ветром стензы. Но Гершелин двигала неутомимая жажда знаний. Он писал. Познание строения неба всегда было конечной целью моих наблюдений. 13 марта 1781 года астроном заметил на небосводе нечто необычное. Между 10 и 11 вечера, когда я изучал слабые звезды в созвездии близнецов, я заметил одну, которая выглядела больше, чем остальные. Я заподозрил, что это комета. Но после точного вычисления орбиты неизвестного объекта, ученые выяснили, что астроном-любитель открыл новую планету Солнечной системы Уран. Так закончилась карьера Гершеля-музыканта и началась карьера Гершеля-исследователя. Английский король Георг Третий назначил его королевским астрономом и снабдил его средствами для постройки обсерватории Блиссвинцера. Гершель продолжал совершенствовать свои телескопы и в 1789 году построил прибор с трубой длиной 12 метров и диаметром зеркала 122 сантиметра. Георг Третий, осматривая его, предложил епископу Кентерберийскому пройти через трубу телескопа. Идемте, лорд Бишоп, я покажу вам дорогу в рай. Теперь, получив возможность посвящать все свое время астрономии, Гершель выходил из обсерватории только для того, чтобы представлять научному обществу результаты своих трудов. Он открыл два спутника Урана и два спутника Сатурна. Выявил сезонные изменения размеров полярных шапок на Марсе. Обнаружил движение Солнечной системы в пространстве. И довольно точно определил форму нашей галактики Млечного Пути. Свои мощные телескопы он сумел рассмотреть, что туманности — это другие галактики, состоящие из огромного количества отдельных звезд. За свою жизнь астроном открыл более двух с половиной тысяч новых туманностей и звездных скоплений. Уильям Гершель вел наблюдения каждую ясную ночь в течение тридцати лет. И только семидесятилетним стариком после тяжелой болезни перестал подниматься на смотровую площадку. Сэр Уильям Гершель скончался 25 августа 1822 года, когда ему было 83. Он вдвое расширил границы Солнечной системы, сдвинул с места Солнца и определил размеры нашей галактики. «Сломал оковы небес» — написано на могиле великого английского астронома Сэра Уильяма Гершеля. Субтитры создавал DimaTorzok